Продолжение следует... Мир всем! Мир всем! Мир всем! Мир всем! Мир всем! Мир всем! Всем здравствуйте! С миром принимаем! День добрый! Мир всем! Мир всем! Мир всем! Мир всем! Мир всем! Сын и святой дух! Аминь! Аминь! Мир всем! 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 среди города, посреди Иерусалима и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу и девицу и младенца и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. Книга пророка Иезекииля, 9 глава, с 1 по 6 стихи. Под этой печатью святой Андрей Кисарийский разумел крест и крестное знамение. Он писал, что в пришествии Антихриста печать Животворящего Креста отличит неверных от верных, непосрамленно носящих звание Христова. Толкование закончено, можно вопросы задать, кому если непонятно. Идем дальше. Укровение 7.3. Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Толкование. Еще не настало время великие бедствия и удерживаются разрушительные ветры. За грехи людей пострадает и природа, потому что тварь освобождена будет от расхватывания, свободу, славы детей Божьих. Толкование к римлянам, 8 глава, 20-21. Время бедствия, о которых здесь говорится, отчасти было при разрушении Иерусалима. И тогда избранные печатью Божией христиане вовремя оставили город Иерусалим и бежали в Пелву. И по свидетельству историков, никто из них не пострадал. Страшные, разрушительные ветры римских легионов обрушились на иудеев. Но более всего это совершится при Антихристе, когда немногие, не принявшие печати Антихристовой, но запечатленные Богом, будут охранены Господу. Сегодня время благоприятно. Еще удерживаются лукавый от своего великого неистоства. Но чувствуется уже дыхание ветров, потому бодрствуйте. Вопросы? Вот у меня такой вопрос возник. У Бога есть печать, печать Духа Святого. И читаем, что у Антихриста тоже будет печать. И так же написано, что кто эту печать примет, тот не войдет в Царствие Божие, не наследует жизнь вечную. И так же написано, что принявшие крещение, то есть печать Бога Живого, не потерпят никакого вреда. И такой вопрос занимает. Вот крещеные люди, запечатленные Богом, могут ли они принять печать Антихриста? В последнее время в интернете там часто ролики, что уже эта печать ставится, уже все-все-все-все-все. Такая паника сеется. И вот такой вопрос. Запечатленный печатью Бога может одновременно, или он уже как бы окончательно запечатлен Богом? Претерпевый до конца спасется. Брат Сергий, можно я секундочку? Дело вот в чем. Человек, принимающий печать Антихриста, он прежде чем принять печать, он должен отречься от Христа. Вот в чем дело. Поэтому может, пока человек живой, но пока он со Христом, он со Христом. Но если он решит отречься, от него будет свободная воля требовать, отрекаешься или нет. Если не отрекся, все. А если отрекаешься, то да, принял печать, а до этого был он верующий, там была на нем печать, да хоть там все заслуги. Если он отрекся от Христа, то все. А без отречения никак Антихрист печать поставить не может. Вот в чем дело. Без отречения печати поставленной не будет. Спасибо. Благодарю. Я в это принимаю и в это тоже верю. И об этом святые отцы говорят. Значит, как отвечать тем людям, которые сеют панику, и зачем они это делают? В неведении, может быть, сознательно, что печать Антихриста уже ставится, и ни в коем случае не нужно ее принимать. Я слышал такое мнение, что люди, поверившие в эту панику, отказавшиеся от ННН, от паспортов, от карты, еще от чего-то, когда придет Антихрист и будет ставить настоящую печать, они тогда ее примут. То есть вот это вот как бы подмена, что печать Антихриста уже была, а вот это вот, может такое место быть? Нет, ну вот можно я еще раз. Можно я, у меня вопрос такой. Подожди, я Сергею отвечу на вопрос, он же вопрос. Нет, вот именно к вам, Сергей, вот именно к вам, Сергей, к вам вопрос, значит, а если будет это делать насильственно? Если это будет насильственно, не будут даже спрашивать, отречешься ты или нет, то есть будут делать насильственно, если вот такой вопрос. Это кому? Можно? Тебе, 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 Сергей, тебе. брать Сергей можно или как? Да, да, да. Значит, Марина Сергеева, я делаю замечание, не нужно вопросы задавать без разрешения. У нас такое правило, без разрешения ведущего вопроса задавать нельзя, либо можно в чате писать. В чате пишите, пожалуйста, там разрешение прошлое. Простите, хорошо. Ситуация такая, антихрист это слуга сатаны, и он знает, что если насильно, он может постараться запугать человека, но делать мученика и святого, это не в его интересах, поэтому как бы обман, да, обольстить, да, то есть приучить человека к хорошей жизни, там постепенно, там вот обольстить, чтобы он не отказался, там не любил, не мог идти на крест, там за Христом, это да, это обольститель, но никогда он насильно не будет и без нашей воли, наша воля всегда будет в этом участвовать. То есть, да, могут сказать, вот ты смотри, вот, чтоб обмануть, но перед печатью обязательно нужно будет отречение, чтоб он отрекся, иначе печать он не поставит, он не сможет поставить печать, пока человек не отрекся. И вот Сергей спрашивает, как говорит людям, что надо говорить так, что никаким обманом антихрист печать не поставит, пока вы верующего Христа и не отреклись, и называете себя христианином, ну, не на словах, конечно, она на деле. Вот. Вы печать примете, принять можете только добровольно, никаким обманом, ни в каком сне, никаким там подкрасок вам не могут. Только добровольно вы можете принять печать, потому что ему нужно так же добровольно печать, чтоб поставил, как и Господь, наша свободная воля от заслужения, так и бесам. Иначе все это теряет смысл и ничего не будет. Вот в чем дело. Спасибо, Господи. Ответил? Да. Да. Хотя вот он, как бы, ролик тоже вот этот меня, который смутил, что раз он отец лжи, значит, ему верить нельзя, он обманывает, а вы такие простодыры, вам уже сейчас ставят печать, а потом просто объявят об этом. Он же обманщик, он заранее опоздает, а потом объявит, что вы все его уже... Нет, святые отцы и православный церковь так не учат. Будет добровольное отречение, и правильно Сергей заметил, он не в интересах сатаны, чтобы были герои веры и мученики. Кто такое герой веры? Его пытают, его пугают, а он не отрекается. Сатане это надо? Нет, не надо. Давайте ответим вопросом. А что ему надо? А вот правильно, обмануть, обольстить. А чтобы нас не обманули и не обольстили, нужно, во-первых, веру твердую сменить и учение знать. А когда вера не искренняя, то есть человек говорит, я христианин, я веру, а заповедь его не соблюдает, так он легко и отречется. Будет вот это вот перед... Большая-большая проверка перед концом света, я так вот думаю, экзамен человечеству. Написано правильно, благодать сказать, претерпевший же до конца спасет. Вот претерпевший, значит, будут пытать, будут жить, будут голодом морить, будут там что-то. А до какого конца? До конца жизни. А что значит претерпеть? А вот не променять жизнь вечную на жизнь, на вот эту жизнешку жалкую, сладкую, где можно купить и продать. С этого же будет большое-большое. И многие уже сейчас при жизни, у которых слабая вера, а как же, ребенок мой будет голоду померять, а я лоб, чтобы не подставлю, я что, его своими руками, чтобы убью, если я лоб не подставлю, значит, я не продам. Я раз не продам, значит, у меня денег не будет, я его не накормлю. Так это не награждает. То есть человек не верит в жизнь вечную. Да, ты сейчас умрешь, но Господь тебя восключит. Ты в это веришь? Ну, вот и ну. Вот за это ну. Вот человек и лишится жизни вечной, он не верит. Вот мы дети Авраама. Почему? То есть ему вера, ему изменилась в праведность. Вера. Он верил, что Господь может воскресить сына, которого он сам у него и попросил, чтобы он убил. Он просто уже занес. Авраам занес, и это ему изменилось в праведность. Он убийца своего сына. А он правильный. Ему дети Авраама. Поверь. Вера какая-то у вас как бы прям начинает. Мы там и кровь детей пьем. А здесь тоже вот он посылает ангелов Господь. Не щади ни стариков, ни детей. Да это фашист какой-то так скажет, люди-то понимают, что эсэсовец, извиняюсь. Что это за Бог? Ни стариков, ни детей не щади. Ну дальше-то читаем. Но не трогай моих. То есть будет большое разделение. Господь предузнал своих. Кто верит, тот получит. Кто не верит, тот не получит. Разделение на верующих и неверующих. Не мир я пришел принести, но меч Господь, он разделяет. И крест, он на две пополовины. Справа был разбойник и слева был разбойник. Один в рай пошел, другой в ад. Вот эта нижняя перекладина на кресте, она нам напоминает. И у каждого есть правильно свобода оказаться. Либо там, либо там. Еще вопрос? Да, есть вопрос. Скажите, пожалуйста, печать будет ставиться непосредственно, когда появится антихрист на мировой арене? Я думаю, да. Не может быть марксизма без маркса, ленинизма без ленина. И печати антихриста без самого антихриста. Предтечи, да, будут. Ее вот там уже называют. У нас много антихристов в мире. Есть ролики, что антихрист уже пришел, антихрист уже родился. Как его имя, как его фамилия, где он живет, кто у него отец. Гиблия нам говорит, что его пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра будет дам. У евреев всегда был родословие. Мы открываем Евангелие атмосферу. Так, родила, а это и пошло, пошло, пошло. У них и до сих пор это все сохранится. То есть весь мир будет знать, что он да, но ВИЧ это да, у него вот это отчество будет, так же как и о Христе говорили, что сын Давида, у него будет имя, а не так просто, а, 666, это число человеческое, мудрый сочти число зверя, и в штрих-коде это число уже нашли, действительно без штрих-кода, если наличных не будет денег, то никак без штрих-кода без этого не продашь. Купишь, как к этому идёт. Ну, надо верить, что, ну, это же много-много-много миллиардов людей, их же нужно всех, как бы, зачипировать, поэтому мы заранее начнём, так, лет за 30, а лучше за 200 лет, а потом, когда антихрист родится, ну, тогда уже это не будет. Ну, ну, как, как, не знаю. Ну, да, готовят, они его воцарение, как бы, да, всё к этому идёт, подготовка. Да, они хотят мирового владычества. Всё, всё это понятно, но, нужно нам веровать, как святые, а ты нам научили. Отречение, и не нужно бояться, конкретно тебе скажут, отрекаешься от Христа, да, принимай печать. Сегодня это есть мусульман. Три кисть, значит, голову отрежем. Всё, и отрезает он, отрежем. Можно я немножко возвращусь к прошлому стиху, ко второму? Можно. Там вот была ссылка такая на Езекииля 9.4, где говорилось, что ангел по поведению Божьему проходил и ставил печать. Ну, не печать ставил, а ставил знак. Там говорится знак. Знак на еврите, на еврейском языке. Звучит так, ТАФ. ТАФ. ТАФ – это знак, как Тавро, ТАФ – знак. И последняя буква в еврейском алфавите, она тоже называется ТАФ. В настоящее время она имеет немножко другой вид. А вот во времена Езекииля, до Вавилонского пленения, и небольшое количество после Вавилонского пленения, оно имело знак Креста. Вот последняя буква еврейского алфавита, ТАФ, она имеет знак Креста. И здесь я вижу такое вот прямое указание, что иди и при всем на челе рисуй крест. И не зря вот Андрей Кесарийский говорит, что да, наше знамение, вот, которое, наша печать, которое мы будем помечены над Богом, будет Крест, ТАФ. Вот такое вот небольшое там отступление, согласно тому, что вот Андрей Кесарийский, вот он как раз таки и говорит, что будет Крест. Поскольку ТАФ, и она имеет форму Креста. В древнем, в древней вот написании, в древнем, она, каллиграфия, она имела форму Креста. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо, Господи. Еще вопросы по этому стиху есть? Так. Откровение 7.4. Я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Толкование. В главе 14, в 3-5 стихе написано, что эти 144 тысячи представляют собой искупленных от земли христиан, запечатленных Духом и Животворящим Крестом Господним. Само число символично, как и все числа Апокалипсиса. 144 тысячи равняется 12 умноженное на 12 тысяч. По 12 тысяч из каждого колена Израилева. Представить это число можно и так. 144 тысячи равно 12 умножить на 12 умножить на 1000. Тут мы видим 12 патриархов Ветхозаветного Израиля и поставленных вместо них князьями всей земли. Солома 44-7. 12 апостолов. Это образ Ветхозаветной и Новозаветной Церкви. С другой стороны, это можно разуметь и как сугубую проповедь апостольскую. 12 на 12. Исчекратно умноженную в их преемниках и всех чадах их. У Бога от человека начертано число его избранников. В этом читаем. Римлянам 11.25. Апок 6.11.7.4. Сергей оговорился, у Бога от века, а не от человека. Прошу прощения, да. У Бога от века начертано число его избранников. От каждого колена перечисляются 12 тысяч. По значению имени родоначальника каждого колена можно говорить о характере запечатленных в чад церкви. Жития святых предоставляют множество подвижников этих различных видов благочестия. Вопросы. Вот надо заметить, что у свидетелей Иеговы 144 тысячи это буквальное число. А здесь нам толкователи объясняют, что это число символическое, обозначающее вот 12 на 12 на 13. Вот. Вопросы. Откровение 7.5. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рубимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Примечательно, что колено перечисляется не по старшинству, а первым называется Иуда. Грех Рубима в отношении к отцу своему и жестокость Симеона и Левия к жителям города Имора и Сихема не позволили им стать радоначальниками Христа. Потому им стал четвертый сын Иакова Иуда. Для апокалипсиса важно не старшинство сыновей Иакова, а откровение Иисуса Христа. Поэтому это благословенное колено перечисляется первым. Иуда означает исповедание, через которое бывают отличаемы, спасаемы исповеданием Христова. Это исповедовавшие Христа льва Иудина. Исповедники Христовой веры, Святой Церкви, нескончаемую вереницей проходят пред нами. Верный свидетель Антипа 2.13, Максим Исповедник, из колена Рубимова запечатлено 12 тысяч. Рубим означает сын видения. Этим означаются приобретшие сердечной чистотой духовное видение. Это мужи просветленные, духовные, прозорливые пророки. Таких даров сподобились многие подвижники и пустынно-жители. Таковы были подвижники земли русской, как преподобный Сергий Радонежский, праведный Иоанн Кронштадтский, и многие духовные старцы. С коленок Гадова запечатлено 12 тысяч. Гад означает искушение. Искушениями знаменуются подобно многострадальному Иову многие праведники. Это претерпевшие в своей жизни великие страдания, скорби и искушения. В кончаемо вереница христианских мучеников. Особенно первых времен, а также времен последних, чьи имена еще не вошли в мартиролог церковный. Вопросы? Можно? Да. Вопрос избрана коленой Иуды, и от него произошел Христос. И причина только что была перечислена, что Рувим не удостоился, Симеон не удостоился, Оливий не удостоился, потому что были у них в жизни такие события. Почему был патриарх Иосиф, и он был более праведный, чем Иуда, в плане жизни, на мой взгляд? Почему не от Иосифа произошел Христос? Игнат Тихонович, как вы думаете? А я не думаю. Бог сказал, и все. А почему именно... Микрофон включите. Ну... Я не думаю. Я просто принимаю как есть. А почему меня Бог мужчиной создал, а ее женщиной? Ты можешь хоть день и ночь гадать, и ничего не узнаешь. Почему вдруг овцы устали у него, у Якова, зачинать так-то, что все стали там с пятнами и прочее? Так и здесь. По старшинству Иуда старше его. Старшинству принадлежит благословение. Больше. Как первородному. Те оказались недостойны, а Иуда в этом ряду стоит первое. Это первое. А второе. Так Бог решил. Почему именно избрал Авраама? Что он самый хороший? Потому что почему Россия выполняет такую роль, как будто глушитель всем мировым войнам? Так Бог назначил. И это надо принимать без вопросов. Потому что мы вторгать сегодня то, что недоступно. Вот говорили, я бы просто понимал, Сергей говорил, вот если человек принял там начертания, печать от Бога, то может ли он принять после этого? Может. Может. Сергей как раз об этом и говорил. Почему? Исход 32 глава, 32 стих. И сглажу из книги жизни. Уже записанный в книгу жизни, которая будет открыта перед судом Божьим, что ты там будешь. И вдруг Господь говорит, ты сглаживаешь. А человек все еще думает, я прописан. А уже нету. Все кончилось. Выписали из домовой книги. Ты никто. А это книга жизни. Говорят, а как он сделать? Насильно может ли? Может. Он может всего тебя облепить печатью. Я вот маленький был, а у меня брат старший, двоюродный, они курили. Но они боялись, что я нажалуюсь. Они меня повалили, папиросы в рот сунули, а нос зажали. Ну я дыхнул, когда они сразу меня отпустили, и говорит, все, ты курил, теперь не скажешь. Я так и понял, я курил, не скажу. Ну вот, как малые дети. Насильно он что сделает? Ему главное, чтобы в разуме было начертано, что он есть истинный Бог. Он человека Бог, а не Бога человек. Вот надо все до конца договорить. Да, может быть, приготовиться к этому. В наше время говорили, пойдешь в армию, в комсомол все равно вступишь, а у нас никто не вступал. Ну повалили меня, сбрили бороду, насильно. Я в армии еще с бородой был. И дальше, дальше что угодно делают. Я этот комсомольский билет изорвал и выбросил. Мы больше ничего нет. Так и это. Это все предтещи делают так. Нужно приготовиться к тому, что мы пришли умирать, как Солженицын в архипелаге ГУЛАГ говорит. Перешагнул порог и скажи, тюрьма, я пришел умереть тебе. Все. Изохла собака. Ничего не сделают. Чем бы не угрожали, да я пришел умереть. Чего ты меня пугаешь-то? И все сразу отстали. Это я уже делюсь собственным опытом. Больше к тебе ни разу не подойдут. Ты, значит, вся зона красная, вязаная, называется. У нас три человека было. Там один армянин, он уже 20 лет, наверное, сидит. Два этих. Иеговиста был, свидетель его, вы и я. Мы не приняли эти повязки. Поэтому смотреть. Вот и все. Нет? Значит, нет. Если да, значит, да. Поэтому, я еще хотел сказать, тут у нас медведь появился, ты сразу предупреждай, у нас не звери есть. Обязательно, чтобы была своя фотография. Все до одного с фотографиями. Это не надо, это ложь. Медведь не может разговаривать. Что это? На паспорте нигде не ставится это. Даже самое малое не позволяет. Мы не знаем, может, что за человек хороший, но это ложь, фальшь. У нас этого не должно быть. Это христианский сайт, христианская беседа, христианская книга. И вдруг медведь. Зачем он нужен? Отошел. Продолжим. Откровение 7-6. Из колена Асирова запечатлено 12 тысяч. Из колена Непалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Манасина запечатлено 12 тысяч. Открование. Асир означает блаженство. Это те, кто через духовные подвиги и добродетельную жизнь стяжали внутреннее блаженство. Это исподобившееся вечного блаженства и истояние Алисуя Афа. Многих церковь именует блаженными. Блаженный Августин, блаженный Феофилак, Василий Блаженный. Прекрасный храм его имени украшает красную площадь и московского Кремля. Из колена Непалимова... Сдержда Васильевна, микрофон выключите. Из колена Непалимова запечатлено 12 тысяч. Непалим означает молитва. Этим означаются прилипляющиеся к Богу непрестанной молитвы. Таковы были многие древние жители. Надежда Васильевна, выключите микрофон. Странники, как Симеон Стопник, проповедовавший в молитве на столпе 47 лет. Или великий молитвенник земли русский Серафим Саровский. Тысячу дней и ночей в молитве стоявший на камне. Из колена Монасина запечатлено 12 тысяч. Монасия означает забвение. Это те, кто ради божественного вхождения оставляют все. Этические дома, семьи, богатства, славу, мирские занятия. Например, святой Франциск Осийский ради Христа оставивший все, возлюбивший более всего на земле нищету. Оставил забвение все, ибо пред ним был только Христос. Память о его страданиях была столь сильна и постоянно святой Франциске, что на теле его открылись раны Христовых. А сколько уродивых Христа ради забвения оставив все, принимали на себя насмешки и поругания, и были в глазах людей как безумные. Вопросы? Откровение 7-7 Из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левина запечатлено 12 тысяч, из колена Исаакова запечатлено 12 тысяч. Толкование. Симеон означает послушание. Это Богом оправдываемые за повиновение его заповедям. Люди, полностью побеждавшие свою волю в послушании. Таковыми были многие иноки, как, например, Сергий Послушливый в 13 веке. Его мощи почивают в ближних пещерах Киева, Печерской Лавры. Левий означает принятый. Это принятые Христом за священно достойную жизнь. Левий поставлен восьмым. В этом сокровенный смысл, ибо восьмой день, первый день новой недели, поставляется Христом новое священство. Вечером первого дня недели приходит Христос к ученикам и поставляет их священное служение, дает им тому благодатный дар Духа Святого. Евангелие Таана 20 глава 19 по 23 и прошла Ветхозаветная неделя, первый круг дней, и вот первый день новой недели, день восьмой, переменой священства, Евреям 7 12, переменяется веткий закон на новый. Это угодившие Богу священнослужения. Таковы были великие иерархи как святые, Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст или святители Алексий, митрополит Московский, Дмитрий, митрополит Ростовский. Иссахар означает награда. Это получающие великую награду за добродетельное житие на земле. Не видели ли уготавливающуюся им награду первомученик Степан, апостол Павел? Книга Деяний 7 56, 2 Тимофея 4 8. Не великой ли наградой было святому Сергию и игумену Радонежскому олимпирование от Бога, что как великое множество птиц распространяться иноки его обители. К награда небесная детей Божьих. Вопросы? Сокровение 7 8. Из колена Заволонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. Толкование. Заволон означает жилище силы или благоухание. Это люди, ставшие жилищем Божьей силы, как и Христос говорил, что обличетесь силою свыше. УК 24 49. Это ставшие, как говорит апостол Павел, христовым благоуханием Богу. 2 Коринфянам 2 15. Не обителью ли силы Божией и духовным благоуханием в земной долине плача были многие монастыри, многие угодники Божии. Помним преподобного Серафима Харовского, который открыл Матавилову даже физическое восприятие благоухания и света Духа Святого. Это такие, о которых как о Мардахее может быть сказано, что он был великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, кто искал добра народу своему. Фильм 10.3 Иосиф означает приложение. Это те, кто вместе с Царством Небесным по слову Спасителя ищите же прежде Царство Божие и правды его, и это все приложится вам. Матфея 6.33 Получили многие земные блага. Так Иосиф искал только верности своему Богу, а Бог дал ему быть вторым после фараона в Египте, величайшей державе того времени. Иные Христа ради оставляли все, что имели. Другие обильно благословлялись земными благами, стояли у кормила земных государств, оставаясь верными Христу. Таковы святая царица Елена, мать императора Константина, король франков Карл Великий, равноапостольный князь Владимир, крестивший Русь, благоверный князь Александр Невский или московская князина Евдокия в монашестве Ефросиня по смерти своего мужа Дмитрия Донского в тайне под пышными княжескими одеждами носившая вереньки. Вениамин означает сын болезни, пополняющий число запечатленных через орби. В родильных скорбях и болезни умирает Рахиль рождая Вениамина и тем дополняя число сыновей Иакова до 12. Это спасаемые через веру и заудеев при кончине века. Это тот остаток Израиля о спасении которого говорит апостол Павел Римлян. Второй главе 25-26 вспоминает Рахиль умирает Рахиль вошло полное число язычников и рождается сын болезни и скорбей антихристовых которые охватят всю землю обращаются ко Христу евреи скорбях великих восполняют полное число семени апостольского 12 на 12 тысяч восполнено число сыновей Бога Израилева имена этих святых мы еще не можем привести они пока еще только в месяц слове небесном книге жизни таковы 12 колен Израиля на 12 вратах небесного Иерусалима будут написаны имена 12 колен Израилев 21 глава 12 Таковы исповедания видения искушения блаженства молитва забвения послушания священнодействия награда сила и благоухание приложения болезни вот 12 ворот которыми нам надлежит войти в небесный Иерусалим весьма странно и невероятно толкует это видение о 144 запечатленных свидетелей Еговы по их понятию эти 144 тысячи искупленных были в 1914 году взяты на небо теперь 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 оставшиеся верные свидетели Еговы ждут последних событий особенно битвы Армагеддон толкование насквозь ложное чрезвычайно быстро распространившиеся в наш век к ним относятся слова апостола Павла и слово их как рак будет распространяться отступили от истины говоря что воскресенье уже было и разрушает в некоторых веру 2 Тимофеев 2 Гавас о том что будет только одно всеобщее воскресенье и мертвых в последний день расскажем в толковании на двадцатую главу но они говорят что будет воскресенье 2 на самом деле воскресенье будет одно последний день 2 3 вопросы идем дальше брат можно да я немножко просто тут в толковании читали в предыдущем стихе написано евреям 7.12 что с переменой священства надо стих писания запомнить при беседе с сектантами они обычно говорят все ветхозаветнее священство все отпало из-за того господь господь отверг его сейчас только через предсвященника христа мы спасаемся он у нас предсвященник а там написано перемены священства то есть у нас священство снова завет епископ диакон и это пресвитер нужно обратить внимание что не с отменой священства а переменой но перемена стоит правильно брат заметил никакой отмены нет а им зачем это лгать им надо от церкви овечек ввести верно попы не нужны поэтому все это попы были в ветхом завете сейчас только один напрямую церковь не нужна я один спасаюсь самомнение сколько у них голов столько и мнений каждое мнение противоречит другому и каждый говорит что он от духа святого говорит дух святой не может противоречить бывает у какого-то стиха разные грани как у алмаза с одной стороны так блестить чуть повернешь так но это алмаз цельный истина поэтому и у нас бывает тройное толкование четверное семитолковое но это показывает только грань истины они друг другу не противоречат никоим образом вы это должны четко себя устроить не противоречит а здесь конкретно вот те же святые иеговы толкуют что в 1914 году часть церкви была восхищена нигде об этом в писании не говорится что будет два восхищения так вопросы час прошел можно задавать вопросы не потери слушаем вас микрофон может быть у кого-то не включен вопросы задают у вас не слышим никого можно да 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 брат владимир говорил тут насчет сектантам какое место это я что-то прослушал простите евреям 712 все благодарю спасибо можно вот по этому же стиху 712 там ну если брать в контексте там же не говорится о священниках именно о людях насколько я понимаю там говорится именно о том что колено иудина оно не было священством а было колено левия а Христос произошел от колена иуды как бы этим самым переменилось священство ну я не говорю что священство не нужно человеческое я именно говорю об этом контексте об этом стихе в этом контексте говорится или все таки никак а как это так совместили иудина колено царственное линейно священство что тут такое иудина царственное из него происходит кто царь Давид и ему дается обещание и родословно идет по нему и о священстве говорить не приходится когда говорится что Богородица была родственницей в лесовете а Богородица это из колена иудина а те из левии но почему во время пленения все перемешалось так толкует святые отцы вот что ты Сергей не раз говорил тут и где они взяли второе пришествие где когда 9.28 иудеев прямо сказано если еще где-то скажешь на это тебя сразу приткнут и во второй раз явится для ожидающих его спасения тут нужно сказать первое это духовное воскресение воскресе из мертвых и осветит тебя Христос сын был мертв а теперь я жил второе всеобщее и поэтому второе говорится прямо определенно блаженный святый имеющий участие в воскресении первым первое а то еще и второе благодарю за замечание еще вопросы вот еще раз Игнатий Тихонович первое воскресенье второе воскресенье всеобщее а блаженные которые во втором воскресенье воскресенье это в каком месте двадцатая глава откровения двадцатая глава откровения какой стих а прямо сначала по порядку до четвертого стиха первое четвертое а все спасибо да первое это духовное возрождение а как узнать ну первая смерть где-то в день который вкусишь смертью умрешь а Адам еще 900 лет живет 950 может быть умрешь он умер и вот когда мы считаем пятнадцатую главу Евангелия от Луки отец говорит сын мой был мертв где он умер то в первом вот отречение от Бога безбожества это смерть первая а вторая окончательно когда в ад будет брошено тело соединенное с душой душа не одна будет мучиться вот это же наше тело не другое только оно станет обновленное вечное не стареющее не болеющее грешник будет как головня обгорела а праведник как солнце воссияет и вот тогда будет видно кто что делал это Малахия говорит Бог покажу говорит разницу между почитающими закон и не почитающими прямо явлено будет а сегодня кто знает а почему гонят Ян Ватаус просто объясняет выехал царский сын с ним свита но он быстрее доехал в гостиницу его не принимают он запыленный его первый раз видят и он сидит на крыльце ждет и вдруг трубы знамена войска идут а где наш тут хозяин вот он сидит здесь ну тут хозяин гостиницы забегал кого он не принял так и вас люди сегодня не узнают да и как узнать под слоем пыли вот впереди было сказано блаженное вот их считают безумными я не знаю почему здесь не показано было есть каноны каноны церковные соборные что если человек показывает себя вот таким там я беснуюсь падаю там на него налагать узы бесноватого вот и все на него цепи накладывать надо держать его и в дурдом сразу отправить правило-то превыше того что кто-то делал нам не надо смотреть там Василий делал они вдвоем бегали друг за другом и главное по Волхову по реке да Бог его знает бегали не бегали а что они безобразничают это определенно они делают что угодно даже вот описывают это и матерятся и скандалят и вот так он не знает а что еще делать он постоял подумал Симеон ага пошел на свалку собаку взял дохлую-то за хвост ее и потащил а ребятишки-то улюлюкали все он уже прописан где ему надо у юродивых теперь кормить меня будут потому что у юродивого что-то слышно вот в Барнауле был такой там Федя он сидел около храма наберет бутылки и колет на мелкие стеколки а ему все несут дают а почему а он сказал что-то сбылось что сбылось а как мы видели просто это неоднократно нам именно вот нужны сказки-то наши русские там кто имели на печке то Иван дурачок вот он сейчас придет наши все вопросы разрешит Господь никого не любит кроме живущего с премудростью зачем это написано никого а то Бог любовь всех любит подряд не обманывай себя поэтому мудрости набивайся а не говори что поп виноват меня неправильно крестили оба упадут в яму оба вот в прошлое занятие к нам вышел Евгений один с Израиля мы беседовали когда он сейчас он принял православие с отцом вместе приняли крещение в русской православной зарубежной церкви там на Ильонской горе там монастырь монастырь интересно Мария Магдалина вот это тоже не Мария Египетская Египетская тут понятно было бы а то Магдалина Магдалина по всему свету везде была она командировка за командировкой до императора Тиверия дошла а тут сидят они уже просидели сколько лет ну считай там этот Капустин все это построил его там где-то могила есть он не коронизировал но это именно он сумел все это сделать ну и подражайте память вот у них это престольный праздник конечно день памяти Марии Магдалины а какой праздник Иоанн Златоуз говорит самое лучшее празднование святому это подражание ему так прямо к евреям написано как вспоминайте наставников ваших которые проповедовали вам слово Божие и взирая на их кончину подражайте им которые проповедовали а в монастыре кто проповедует им разговаривать нельзя никак а написано все вот царственное колено Иудина исповедание и молитва все позади не имеет никакого значения ты не выйдешь на проповедь если Бог тебя не благословил страшиться будешь опасности зароешься исповедь то есть рождение не бесплодный чтоб был слово Божие рождает нам православие это вот сейчас ну я здесь мог бы прочитать даже Тихон Шевкунов вы знаете кто такой епископ говорят именно он духовный отец у Путина Владимира и он пишет кавычки открыты люди ничего не знающие о Боге или имеющие о нем самое смутное ложное представление научается купаться проруби на крещение креститься у икон подошел да еще лбом ткнет ставить свечи и все это тире без Христа на наших глазах создается суррогат религии который выдается за православие и люди входят в эту странную религию потому что не имеют реального представления о том что такое церковь на самом деле последствия этой псевдорелигиозной жизни без живого общения с Богом очевидны как для человеческой души так и для национально религиозного сообщества это строительство дома на песке епископ Тихон Шевкунов вот и все а кто создавал эту псевдорелигию так вы и создавали все все время свечи свечи ну и все прочее вот ко мне приходят и спрашивают вы признаете старообрядческую церковь только ту где есть священство это церковь но в каком она жалком состоянии за 300 лет ни одного благовестника ни одного ни одного миссионера и главное как только переходят к ним решительно сразу отрекайся от всего что 300 лет назад было вот еродивы там были блаженно Василий все ну а как же мы говорим вот такой это святой называем Анкар нет его сразу когда даже крестят а он был православной церкви чтобы отрекся чтобы серапим совсем не признавал ну серапим же мы всем миром признаны нет вот ну и что тупик мертво часы стоят а ничего не знают часы длинные часы а как быть никак не хулить крещение принимается за богохульство то есть они духа святого не имели ни Анкараштадский ни Игнатия Брещанинов никто у меня они ходили на занятия притом из приемлющих священства и материал где у меня о крещении эти взяты мы бы издали я тогда не издавал книг-то но вот этих святых надо убрать это прямо написано то есть это как принимают когда он где-то там ну что-то там нехорошие люди-то а он не знает как вот стоит женщина в очереди видел одета как подойди плюнь ей в глаза тогда видно будет что ты наш вот здесь точно так же а ты по хули ну как же Серафим Саровский а вы знаете как он умер я говорю как а он курил и от папиросы загорелось у него и он умер я когда сказал даже старобрядцы надо с ума сойти наши тут знакомые у нас родственники старобрядцы вернулись из белой креницы вот там говорит Библию не считают а почему с ума сходят кто Библию считает с ума сходят это старобрядцы пустили не инсектанты ну можно там работать а если ты в старобрядчестве начинай трудиться начинай а что а ничего не будет я это знаю потому что я там был слово Божие намертво отметается переведенная Библия она неправильно переведена а вы знаете как переводили а зачем знать то ее ни конья не переводили они ее всю перепортили покажите в каком месте ни один не покажет надо знать еврейский язык ничего не знаю златоуста привожу блаженного фипелакта нет это все перепортили ни конья то есть богохульство идет непрерывно это и у зарегистрированных так белокреницкой иерархии это я там был я там увенчался это наши наши корни там и абсолютно невозможно работать никак мертвая зона мертвая что делать не знаю они объявляют немедленно войну даже сто ты лет с ними был но только заикнулся там о проповеди все житья не будет да как какая же это вера то и не стыдятся звать к себе ну хоть как то проповедуют одна проповедь ты еретик переходи к нам ты еретик переходи к нам больше ничего нет а как а какая печать то она уже стоит потому что все антихристианское получается где дух святой осветил свое начертание поставил запечатлел написано тот человек стремится слово Божие донести до конца вселенной идите и проповедуйте а это нет наоборот тут есть о чем говорить то потому что мы живем в стране русской и тут много старобрядцев хотя они есть и в Австралии и в Канаде на успешном можно было у нас рядом деревня без поповца бесполезно мы на машине едем в Шарчино а попутно это деревня я говорю притормози Игорь я ей Евангелие дам я сразу перед ней она впереди шагает я говорю мы вот раздаем Евангелие вы возьмете я кержачка я снова говорю мы Евангелие даем не важно кто я сказала я кержачка что за Евангелие зачем оно мне нужно а вот ответ то есть религия без Христа без Бога а религия не спасает Христос религию не приносил вот Шевкунов об этом и говорит он теперь епископ Егорьевский Тихон вот и все так что труд поле огромное открыто но когда заходишь там скотомогильник кладбище с костей а можно ли бы ну дух дыхни и говорят а живут кости так что начинайте трудиться еще вопросы пожалуйста Игнатий Тихонович вот вы не могли бы напомнить вы говорили послание к евреям там об воскресении первом какая глава и какой стих пожалуйста напомните я не к евреям говорил в откровении 20 глава до этого вы говорили евреям от евреев там сказано было воскресенье сколько будет да 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 во второй раз явится для ожидающих его спасения во второй да 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 вот это второй да вот мне это мне это и нужно простите да астектанты они понимают что у них три или четыре будет прихода он спрашивает какое это место писания 9.28 евреев так Христос и наша принцесса в жертву во второй раз явится да спаси Господи спасибо Слава Иисусу Христу слава мы должны за один аз за одну букву бороться лучше русского перевода нету и не надо придумать там какие-то отклонения или еще за кого себя вы даете там трудились те кто канонизирован уже Филарет и Макарий митрополит Филарет везде там Лютеру немцев один вот Библия Якова у англичан один человек переводил но везде так здесь четыре духовные академии академии а какую книгу Филарет с Макарием перевели из библейских напомните потому что сразу того не приняли где ветхозаветные в основном я могу точно сказать Паски Герасим Петрович Псалтырь он перевел Псалтырь Евангелие от Москве а далее не указывается где а почему его арестовали а он перевел практически один всю Библию это правда но труды Павского они в Библию вот в синодальный перевод не вошла ни одна книга Павского и она была уничтожена Псалтырь это Сергей Псалтырь это его и Евангелие от Сергея это нашел процесс только вот этот Псалтырь не его перевода он переводил Псалтырь и студентам давал но это не его перевода Псалтырь это это не кто-то заявляет в синодальное издание у меня другого других сведений нету я говорю что я беседовал с Александром Менем и сказал вы могли бы переводить как переводчик от Ветхого Завета Хвольсон Данил Аврамович он даже отшатнулся от меня да вы что а хотя работает с оригиналом еврей чистопородный энциклипедические знания но таких переводчиков нет сейчас нету просто нету их таких это он знал так язык что писал учебники для еврейских школ учебник это высшее знание пилологии грамматики всего вопрос пожалуйста у кого если давайте меня можно задать вопрос Игнатов Сергеев Глидар можно по поводу предыдущего вопроса то по конкретности участников перевода написал какую книгу на мой взгляд если четыре академии духовные принимали участие в переводе священного писания то это вовсе не означает что должны быть известны на сегодняшний день конкретные лица кто какую главу перевел или какую книгу перевел это у меня такое замечание вопрос вот какого порядка считая подожди 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 дай-ка я отвечу тебе сначала я спросил знаешь о чем не перебивай меня не перебивай подожди я спросил что канализированный Макарий перевел ничего не перевел ни одной книги он не канализировал я отвергал внимание на такое дело что в этих стихах излагается ну сколько из значит излагается количество колен сынов Израилев которые войдут в царствие Божие вот стихи 7-4 тире 8 я обратил внимание на такую деталь что есть такие стихи в нашем священном писании которые несут в себе глубокую такую смысловую нагрузку и мы обращаем внимание даже застряем свое внимание на этих стихах а вот в этих стихах которые привел глава 7 стих 4-8 там просто идет изложение имен и количества и возникает такой вопрос вот вот с точки зрения духовности несет ли какую-либо спасительную такую вот надежду знание нами этого числа колен израилевых кто войдет в царствие божие я лично себя подчеркнул в толковании на эти стихи только лишь расшифровку понятий имен израилевых что они означают вот вопрос повторяю так несет ли какое-либо духовное спасение знание этих стихов или действительно на них внимание большое застрять то и не надо потому что появляются такие толкования которые приводит автор что говорят так называемые свидетели башни об этом стихе которые думают что для нас христиан православных в принципе знать и не надо отошел дело то вот почему он приводит через это показать их лживость они говорят что воскресенье первое было 1914 и поэтому чтобы сослать он приводит эти места писания а больше там ничего и нету никакой смысловой нагрузки и нету мы до конца и не знаем это подлинно ли эти цифры означает или может что-то умножать надо это не надо даже этого трогать а что это такое вот должен был сколько 80 а напиши 100 вот когда неправедный правитель я готов говорить не растолковывать что такое 80 это просто рассказывается притча эти цифры ничего не значат я один раз прочитал у Златоуста толкование это 6 том для меня этого вполне хватило зачем я буду лезть нет сказали нет здесь конкретно только почему перечисляет 12 колен а колена данного нету вместо него пол колена и прямого поставлено полуколена там монастырь два брата Иосифова а почему не Иосиф а он там прекрасно никаких почему нельзя а почему 950 лет жили 969 мы пусоил а у нас если 100 лет уже считается долгожитель а мы ребятишки то в подгузниках еще они тогда ходили наверное вопрос не ставится почему олени такие твердые рога у петуха такой мягкий гребень это и вопросов можно миллион поставить как маленький ребенок никаких вопросов бог он дивен смотрю и удивляюсь вот у нас исчезло это понять вот есть такие как воробей ворона еще можно понять она слово вор корень а Адам пророчески называл зная характер этих птиц а как я не знаю как это вот мы говорим человек по русски как здорово звучит чело то есть лоб мысли направленной в вечность вообще когда Иоанн Затаус по гречески толкует что такое деньги он по русски это день на день данные деньги-то зачем ты их копишь-то а вот мне много я скажу пей душа веселись на многие годы хватит и в эту ночь безумный ты безумный хотя безумный брата не рекомендует назвать безумный и ничего нету расстреляли и никого нету ни царя ни прислуги нужно научиться вот именно этими категориями и слово духовность исключить это горбачевское слово его нету в Библии духовность все блудный какой-то фильм стоит в коробках лежит лишь бы крестик сверху перекрестили все духовное духовность духовность это не наше слово оно не может общаться так душа народа что значит душа народа где она а это традиция русского человека священники очень часто это говорят нет традиции все женщины в брюках ходят да вы еще посмотрите до революционной ни одной ни одной посмотрите войну когда может там летчицы только были никого не было нет традиций никаких и традиция была без платка с какого времени это видимо от Петра пошло до этого женщины всегда были головом уборе ну нам когда кто перевел какие книги нигде не говорится об этом главное что это синодальный перевод я по буквам говорится сравнивал английский немецкий там на других языках сравнивал русский язык я не знаю даже как выразиться не зря его считают лучший перевод он до революции был издавали при советской власти за границей баптисты адвентисты католики все издают синодальный перевод и нам не надо знать а какой ну я узнал и что буду перечислять эту книгу переводил или нет вот два я назвал точно Павский одна их указывает а Ловягин что перевел переводили а больше ничего нету нету а Макари Макари практически весь Ветхий Завет перевел и им только воспользовались этим переводом воспользовались но не дословно а дальше уже смотрели там редактировали потому что это еще сырой вариант был даже слово душа что такое душа 18 значений в Библии аузов взгляда не позволяет смотреть Иоанн Златовус выходил на капитру когда проповедовал у него септуагин то было 70 перевод ну с которого переведено церковно-славянский дальше Феодота Симаха Акилы это три перевода и при том эти переводы евреи делали евреи не православные и ими пользовались он пользовался не отдавая предпочтения ни одному вот это особенно удивительно а где это известно пятый том Иоанна Златоуста толкование Псалтири раз они иудеи они толковали не новый завет и он пользуется одинаково показывает что значение может быть вот такое и такое у нас написано приблизило старство небесное а по-английски at the hand то есть под рукой вот совсем рядом вот у нас написано неужели нам ну считать что Бог не справедлив посланник никак а по-английски God forbid то есть Бог запрещает даже думать так запрещает и все вопрос снятый то есть настолько емко когда смотришь другие переводы никак а никак оно и вмещает в себя это Спаси Христос Слава Иисусу Еще вопросы пожалуйста Нет больше вопросов к сожалению 8 минут еще давайте начнем тогда чтение приложения 1 существует очень много ложных эсхатологических учений и ложных толкований апокалипсиса разбирать их все нет ни возможности ни надобности да и просто нет человека знающего все бесконечные вариации постоянно меняющихся отмирающих и нарождающихся ложных пониманий как в народных поверьях так и в различных сектантских течениях достаточно просто изложить учения православной церкви принятая от самих апостолов изложенная в творениях святых отцов но все таки рассмотрим несколько широко распространенных в наше время лжеучений одни опровергнем сразу другие по ходу толкования распространено отчение о том что сам Иисус Христос якобы сказал что его второе пришествие в мир во славе состоится при жизни апостолов основанием для этого считаются слова из Евангелия Евангелия от Матфея 10-23 16-28 24-34 и Евангелия от Иоанна 21-22-23 и ожидания первохристианами пришествия Христова при их жизни а поскольку этого не случилось то значит учение Христова не непогрешимо он дескать принес великое учение но увы ошибался а потому не является истин Богом это учение в нашем веке активно разрабатывал знаменитый протестантский теолог гуманист и врач Альберт Швейцер бывший 1875 по 1965 год лауреат Нобелевской премии мира об этом же учении пишет в своей брошюре почему я не христианин английский математик писатель лауреат Нобелевской премии Вертран Рассел но у великих людей велики и заблуждения увы научение которое они проповедовали основано исключительно на ложном толковании слов спасителя и далее цитата библейская ибо истинно говорю вам не успеете обойти городов израилевых как приидет сын человеческий вот какое место они ложно толкнуть евангелие от матфея 10 23 да есть говорится о пришествии сына человеческого два слова в большой буквы но но ведь это еще совершенно не означает что речь идет о его втором и славном пришествии в данной главе евангелия говорится о поставлении Христом своих двенадцати апостолов и послании их одних на проповедь доселе они еще никогда не открывались в своем служении не отрывались в своем служении от учителя всегда были со Христом до этого времени теперь же он Христос их посылает одних и говорит к тому же о том что их будут гнать и преследовать их 23 еще не окрепшие духовно и не получившие силы свыше ученики могли впасть в уныние и не дерзнуть на этот и тогда Господь утешает их и говорит что это испытание не будет долгим и не успеют они еще обойти всех городов Израилевых как он уже сам к ним придет и на том испытании их окончить нелепость утверждения будто Христос говорит здесь о своем втором пришествии очевидно так как Матфей написал свое Евангелие в то время когда апостолы явно обошли уже все города Израилевы да и почти вся Римская империя уже была оглашена апостольской глобой так неужели стал бы он записывать столь явную не суральность кто бы тогда стал его слушать и принимать такое учение как бы мог Матфей приписать такие несоответствующие слова тому о ком он говорит что это Мессия Сын Божий воскресший имеющий всякую власть на небе и на земле эту же мысль можно отнести к стихам 16-28-24-34 Возьмем другие высказывания Христа Истинно говорю вам есть некоторые стоящие здесь которые не вкусят смерти как уже увидят сына человеческого грядущего в старстве своем Ивангелие Матфея 16-28 Ответ ищите сразу же в дальнейшем тексте Евангелие от Матфея 17-го 1-го по 8-й стих стоящие здесь это 12 учеников некоторые это Петр Иаков Иоанн они через 6 дней увидели Христа грядущего в царстве своем то есть увидели его на Фаворской горе преображенного не в виде рабском как всегда а в виде царском божественном сиянии своей прославленной Твоей увидели как царя живых явление рядом Ильи пророка живым взятого на небо и как царя умерших явление Мутея и снова обращаемся к Евангелию истинно говорю вам не придет род сей как все сие будет Евангелие Атмосфер 24 34 все сие это все знамения второго и славного пришествия Христа какой же род не приедет вопрос в следующем стихе 35 говорится что не придут слова Христовые то есть это род хранящий слова Христовы род христианский и апостол Петр называет христиан родом избранным как и псалматевец Давид говорит о роде ищущих его столом 23 несмотря на все гонения и катастрофы даже времен Антихриста это род христианский не приедет на сегодня мы здесь закончим на следующем занятии продолжим чтение этих вот уже толкований и недоумений разбирать давайте помолимся достойно есть окол истину блажить и тя богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь бога нашего честнейшую героин и славнейшую без сравнения с родин без истления бога слова родшую сущую богородицу тя величина отец наш небесный мы предстали перед твоим величием прими нашу молитву как благоухан и фимиам как жертву вечернюю мы желаем восславить твое святое имя что ты пришел на землю восчеловечился и пострадал за нас слава тебе ты благословил нас снова слышать божественные слова твои хвала тебе исполни нас силой благодати духа святого чтобы нам точно выполнить сказанное тобою и когда будут тяжкие дни испытаний никто из нас не оказался опоздавшим и не принял начертания зверя тебе господи слава хвала честь и поклонение отец сына святой дух аминь 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 спаси христос спаси христос спаси христос вопросов нет больше ни у кого ни у кого ни у кого христос потому